Ребятки, всем привет! С вами опять я, Светланка. Это мой стальной конь, на котором я сейчас еду на пляж. Ставьте лайки! Я просто молодец! В общем, у нас сегодня суббота. Завтра у нас последний день в этом доме. В понедельник мы переезжаем в другой дом, который находится в местечке под названием Лёкин. Вон едут мои товарищи. А-а-а! Паспода кьёби! И мы, в общем, едем сейчас на пляж. Вот мы и на пляже. Светланка проехала без остановки полтора километра. Я не сбила ни одного человека и не пострадала ни одна машина. Кто молодец? Я молодец! В общем, здесь на пляже должны быть кое-какие скульптуры, которые я вам хочу показать. Вот нам делать сейчас особо нечего. Правила в Дании на карантин становятся всё жёстче и жёстче и жёстче. Но мы держимся. Посмотрите, сколько здесь этих лошадок. Это называется мульдюа. Это, по-моему, даже не лошадки, а ослики. Датские методы обустройства пляжа. У нас есть бункеры. Давайте с них сделаем скульптуры. Вот такие вот скульптурки, лошадки. Это называется бункер мюльс. И они здесь на пляже. Вот там вот стоит наш маяк. Если вы забыли, как же здесь хорошо. Количество больных в Дании коронавирусом увеличивается. Теперь их уже побольше в интенсивном отделении. И уже 9 человек умерло от этого вируса. Сейчас правила немножко ужесточили, как я сказала. Вокруг озера или на прогулке можно идти теперь только в одну сторону. Для того, чтобы было легче держать дистанцию между людьми. В общем, всё больше наша жизнь похожа на тюрьму. Там запускают воздушного змея, маяк, ослики, 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 ослики. Здесь вот натянута такая вот сетка с флажками. Что там происходит, сложно сказать. Здесь, кстати, есть магазин с воздушными змеями. Вот так вот выглядит ослик с хвостом. А змеем он управляет девушке. У нас сейчас плюс 8 и сильный ветер. А вон человеку жарко, он идёт в шортах. Находится 4 фигуры осликов. Во всяком случае, я вижу 4. За моей спиной 2 осла. И передо мной ещё 2 осла. Давайте сходим к тем ослам. Посмотрим, какая обстановка там. Там у кого-то пикник. А здесь ещё 2 осла. И вот так вот красиво сегодня сверкает море. Если бы выключить немножко ветер, было бы вообще замечательно. В общем, давайте посмотрим, что у ослов внутри. Мне кажется, там, как и в прошлых бункерах, нет ничего. Но здесь даже есть немножко окошко. И вход под хвостом у альфа. И да, здесь опять-таки ничего нет. Можно, конечно же, зайти. Но там ничего. Просто вход в бункер. Немножко отключили ветер. И отсюда видны ветряки. Я вам уже говорила о том, что там находится самый большой парк ветряков в Дании. Ветряных мельниц. И, кстати, если подняться на этот маяк, он, по-моему, метр пятьдесят шесть над уровнем моря, то оттуда открывается очень красивый вид на весь этот, это называется, Эсперанце, по-моему, бухта. И видны все эти парки с ветряками. А также можно в хорошую погоду увидеть остров Сене, куда я очень хочу попасть. Типичный ландшафт для этих мест. Все вот в такой вот высокой сухой траве. И, конечно же, для того, чтобы сливаться, мимикрироваться под ландшафт, крыши домов тоже делают соломенные. Эти все домики новые. В основном они похожи немножко на наш дом. В некоторых тоже есть бассейн, сауна, джакузи, а в некоторых нет. Смотрите, какой классный домик, правда, есть замурованный. В жизни там как-то нет. Вот такие вот маленькие домики. Крыша у села Соломы. Сейчас, сегодня у нас суббота, народ все равно работает. Смотрите, вот дом с солнечными планами, вот на крыше. И отсюда сейчас очень хорошо видно парк ветрянных мельниц. Сейчас подъехали к маяку, парковка, и просто на парковке почти нету мест. Время заката, идем смотреть на закат. Вы просто посмотрите на эту красоту. Ребятки, привет! Привет! У нас начинается новый день. Сейчас у нас, или сегодня у нас воскресенье, рано утром. Сейчас, по-моему, где-то полдесятого. Хохловикингов замочили в бассейне, а я решила поехать покататься на велосипеде. Это мое новое увлечение, мне это нравится. Надеюсь, сейчас будет немного народу на дорогах, и у меня все пройдет очень хорошо. Постараюсь сегодня не ехать в елки, не искать енотов. Поехали! Вот мой временный конь, мне его одолжила Ленчик. Замечательная сегодня погода. Как и вчера, и позавчера. Солнышко. Морозно немножко. Был иней сегодня на траве утром. А я и мой железный конь замчали сейчас до поворота на Хорнсрэв. И сейчас поедем с вами на Хорнсрэв. Там, правда, тупик, но мне очень интересно, что там. Птички поют. Солнышко светит. И я так понимаю, что эта дорога, она тоже ведет к маяку. Вот здесь красота. Пришлось таки остановиться для того, чтобы показать вам, как здесь красиво. Мне уже начали нравиться эти домики с соломенными крышами. Как и было на указателях, я сейчас заехала вот в тупик. Отсюда очень хорошо просматривается маяк. И просто здесь уже стоят вот так вот круто два домика. Дальше уже не проехать. Маяка. Смотрите, сколько много машин на парковке. Должна признаться, в елке я въехала всего лишь единожды. Так что все так прошло нормально. Народ съезжается к прогулке по пляжу. Я тоже приехала погулять, наверное, по пляжу. И вот он наш Бло Венхук. Маяк. На него можно подняться, но так как сейчас карантин, на него нельзя подняться. Здесь въезд на маяки, да. Маяк закрыт в связи с коронавирусом. Помните палки, которые я на пляже первый раз назвала мостиком? На самом деле это не мостик, а это принадлежит армии. И когда они закрывают пляж, чтобы по нему нельзя ходить, у них здесь происходят стрелятельные упражнения. Это все здесь написано. Также написано про течение, о том, что нужно быть относительно осторожным, очень осторожным. Насладимся красотой пляжа. И можно ехать обратно. Решила вам кое-что показать. Помните, когда я была на Борнгольме, я вам показывала такие небольшие ящички, шкафчики вдоль дороги или где-нибудь на пустынных местах, где люди продавали выращенную продукцию. И вот смотрите. Сейчас здесь продается мед. Одна коробочка стоит 35, а три коробочки стоят 100. Пять евро. И здесь вот написано мобильный телефон, куда приехали сейчас в Эсбьяу. Около пляжа здесь стоит памятник, который называется «Люди у моря». Менескл Бехевел. Там у нас порт в городка Эсбьяу. И это называется сэдинг. Пляж сэдинг. Вот сидят эти люди. Один из знаменитых памятников Эсбьяу. И здесь вот такой вот паршрут. Три с половиной километра можно погулять около пляжа. Отсюда видно Хорнрэв. Хорнсхэв. Это недалеко от нас. Там здесь стоят турбины, эти винмил. И отсюда должно быть видно наш маяк. Хорошую погоду. И вот эти люди у пляжа. Четыре такие большие фигуры. Тоже очень много народу, прогуливаются все у пляжа. И вот эти люди, которые сидят у моря. Ну что, пойдём прогуляемся у моря. Три с половиной километра. Жалко, что мной нет твоего велосипеда. Такая милая тропинка. Все этих человечков фотографируют. Если бы не весь этот карантин, я даже не знаю, когда бы я сюда попала. И вот я сейчас на берегу пляжа, как он там называется, сейдлинг, или как прогуливаюсь, снимаю вам видео. Вот такие вот дома. Обычность пляжа. Здесь вот такой вот классный домик. Как вам думаете на побережье? Давайте я вам расскажу о практичности Датчан. Смотрите, там столики заняты. А эти, чтобы близко кому-то не сидели, приехали со своим пивой, кока-колой и со своими стульчиками. Сидят на взрывах. Там идёт огромный корабль. Возможно, он переводит грузу, потому что все корабли, которые перевозят людей, они не могут зайти в порт. Во всяком случае, не могут, конечно, зайти в порт. Но высадка людей будет запрещена. Уже приехали к нашему blow-wain-hook-маяку. Здесь вот такое вот укрепление. Кстати, по всему западному побережью находится 50 бункеров. Четыре из них я вам вчера показывала. Их превратили в предметы искусства. И с них сделали мулом. Мул – это символ мира. И они не размножаются во время войны. Смотрите, какая здесь красота. Прошла неделя в этом доме. Мы уже убрали в нём. И через час уезжаем. Мул – это символ мира. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Привет! У нас сегодня уже понедельник. Прошла неделя с того дня, как мы поехали в Новэн. И сейчас мы переехали в новый дом. Он находится недалеко от городка, который называется Лёкин. Это еще одно популярное направление Сигидатчан для проведения отпуска. Вот наш новый дом. В этот раз у нас такой вот большой домик, немножко больше, чем был тот. И здесь у нас даже есть такая поляна. Здесь, смотрите, вау, батут. Мальчики очень радуются этому. И вот песочница, домик для игр. И хохловикинги счастливы. Вы просто посмотрите, вау, какая здесь поляна. Как здесь классно. Опять у нас есть бассейн. Такая открытая комната. Супер! И главное, не падайте. Хорошо? Давайте посмотрим, как выглядит дом. Мне, если честно, очень интересно. Мы здесь на неделю посмотрим. Сейчас мы в доме. Смотрите, здесь вот бассейн. Опять-таки джакузи, сауна. И этот домик намного интереснее. Смотрите, здесь такая вот большая комната. Со телевизором. Здесь у нас столовая. Две комнаты. Одна с двумя кроватками. Такая вот у нас картинка. И вот такая вот с одной большой кроватью. Но это не проблема, потому что, посмотрите, здесь у нас есть лестница, по которой можно подняться на самый верх и наверху кровать. Мальчики будут рады. Давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь, конечно же, камин. Баляется моя курточка. Здесь у нас кухня. Чайник. Все, что нужно для жизни. Такая вот красота. Пройдем сюда. Здесь у нас шкаф. Что у нас здесь? Здесь у нас еще одна комната. Вау! Пойдемте сюда. Здесь можно еще... Вау! Еще одна лестница. Можно еще и сюда залезть. Комнатка для детей. Здесь у нас туалет. Что-то техническое. Здесь стиральная сушилка. Ванной в этот раз. И здесь еще какая-то у меня комната осталась внутриверная. Вау! Здесь еще одна комната. Здесь вот такое вот огромное окно. Видно бассейн. Вот такой вот крутой вид открывается из бассейна. Вот бассейн. Здесь даже есть столик. Джакузи. А здесь у нас еще один туалет. с душем. А здесь, конечно же, сауна. И здесь мы. И в этом доме мы тоже на неделю. Вот такие вот дела. Сейчас у нас через полчаса, три часа дня будет пресс-конференция Мэйта Фредрикса. Посмотрим, что она скажет. Насколько она продлит карантин. Я поселилась в этой такой большой комнате. Здесь у меня огромное зеркало. Огромный шкаф. Видно соседей. Далеко от Ульбурга. Еще одного большого города. Дания. Куда я обязательно съезжу. И вас одну с собой. Решили проехаться на пляж. Мы живем в пяти минутах ходьбы от пляжа Грёнхой. Сейчас поедем, посмотрим, что там. Там уже где-то море. Я по своей карте завела всех в кусты. Хорошо, что я училась на велосипеде кататься там. Вот эти. Здесь шифовник. Одни колючки. Там у меня были мои любимые елки. А здесь подпадать было бы больно. И здесь где-то за дюнами должны быть уже песчаные дюны. Посмотрите, как стоит сюда. Норд-Юланд. Северная Ютландия. Осталось совсем чуть-чуть. И уже слышен шум моря. И здесь северное море. Немножко с другой стороне. Все севернее и севернее мы движемся. Хохловикинги очень любят съезжать на попе по песчаным дюнам. а здесь była Вот оно такое побережье, окорогородка, окологородка Лёкин. Сейчас вам покажу, как здесь пронумерованы тропинки. Смотрите, здесь написано Си-11, тропинка номер одиннадцать. Я думаю, здесь очень-очень много тропинок и по ним можно прийти в нашу деревеньку. Опять-таки вот такие вот широченные пляжи и народ прогуливается. Я стараюсь искать во всем позитив, думаю о том, что хоть нас и закрыли на пять недель на карантин, но хоть посмотрю Данию. Мы на песке катаниями, но у нас уже обед, то есть ужин по расписанию. Стефан нам приготовил ужин и уже нас ждет дома. Мы там дома должны были быть уже 10 минут назад, но, конечно же, мы опаздываем. Вы только посмотрите на эту красоту. Вау! И сегодня будет очень красивый закат, но мы едем на ужин. Но закат я вам тоже покажу. Викинги такие викинги. Чтобы не подойти к воде, они не могут. И мы сейчас идем к воде. Друзья, здесь есть какая-то машина. Даже не знала, что здесь можно ездить. Просто посмотрите на эти бескрайние просторы. И здесь по пляжу ездят машины, а с блога НЛ машинам ездить по пляжу нельзя. Вышли на дорогу не козними тропами, а более-менее нормальной дорогой можно попасть от нас на пляж. Смотрите, какие здесь домики, соломы на крышах нет, все красивые шелкинги. Продолжение следует... Продолжение следует...